Прожив 15 лет в этом доме Николай Иванов даже не подозревал, что на его чердаке хранится настоящее богатство. Подготавливая здание под снос, он каждый день делает открытие. Все по мелочи. Тут есть и шрифты, и еще какие-то интересные банки, допустим, бутылочка такая с крестом. Говорят, это был бывший поповский дом. Уже не первая здесь подомовая книга начинается с Устини Макаровны Карповой, 1879 года рождения. А после нее проживали здесь еще с десяток семей. Кто из них в 19 веке имел отношение к типографскому делу, только предстоит узнать. Шрифт здесь рассыпан повсюду. Вот они, маленькие пластины, сплав свинца, сурьмы и олова. Это типографские литеры, их использовали при издании газет и журналов с переходом на компьютерную верстку, они ушли из производства. Здесь можно проводить мастер-класс по строительному ремеслу. Древние мастера хорошо знали тонкости столярного дела. Чем-то обрабатывали древесину, что она, отслужив не один вет, местами выглядит как новая. Собирали сруб в лапу. Это замок, называемый в народе ласточкин хвост. Николай Степанович по профессии ради механик, а в душе краевед. Если посмотреть хорошо на гвоздь, видно, что он не кованый, понимаете, а рубленый. Ну и рубили его, чтобы кончик гвоздя был разный. Тут треугольный, квадратный, прямоугольный есть. И эти, оказывается, гвозди используются каждый для своей работы, допустим. Ну вот баржи колотили деревянные. Там же как? Смолили, где гвозди пробиваться будут. И заколачивают. А эта шляпка держала воду. Историки поспешили ценные находки перенести в Тобольский музей. Типографские литеры, чугунок, корчага для пива с клапаном внизу. По мнению ученых, предметы имеют культурную и экспозиционную ценность. Если мы говорим про совокупность всех предметов, которые представлены, то это, условно говоря, где-то конец 19 века, самое начало 20 столетия. Встречаются и литеры, которые обозначают ядь, которая, в общем, у нас после революции гражданской войны была изъята из употребления. Подпольные типографии были очень широко распространены. Николай Иванов, хоть исправил новоселье в новом доме, не спешит расставаться с прежним. По образцу старинного номерного указателя намерен изготовить новый. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.